Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Душкин Роман. Я вам представлю сегодня два доклада. Один попроще, другой посложней с концептуальной точки зрения. Первый доклад – это использование интеллектуальных агентов для организации персонифицированного обучения. Перед тем, как я начну, я хотел бы немножко узнать аудиторию. Вот кто не дата-сайентист, кто не работает профессионально дата-сайентистом, можете поднять руку? Все. Кто из тех, кто поднял руку, знает, что такое drop-out, loss, precision, recall и прочее? То есть вы учитесь здесь и представляетесь? Прекрасно. Я не буду про это рассказывать. У меня есть помощница, искусственно-интеллектуальный агент, которая прямо сейчас может отдать вам эту презентацию и все остальные, которые у меня есть, если вы к ней обратитесь. Она общается на русском языке, можете с ней поговорить. Собственно, вот идентификатор бота в Телеграме. И если вы спросите ее, пришли мне презентацию по персонифицированному обучению, она пришлет прямо ее сразу же. Если что-то другое попросите, она пришлет что-то другое. Имейте в виду, что это не бот общего уровня, который проходит тест кьюринга. Нет, вы можете ее попросить пройти тест кьюринга, вы видите, что она ответит. Но этот бот помогает мне преподавать людям технологии искусственного интеллекта. То есть у меня есть свой курс по искусственному интеллекту, и интеллектуальный агент помогает мне обучать людей на этом курсе. То есть это очень прикольно, когда искусственный интеллект помогает обучать людей искусственному интеллекту. Собственно, про нее я сегодня и расскажу Первый мой доклад будет про Натали Про этого бота, про этого интеллектуального агента Собственно, я хочу что сделать? Я хочу представить описание внутренней архитектуры этого решения Для того, чтобы обсудить с вами Я думаю построить свое выступление следующим образом Я быстро расскажу про то, что хотел рассказать А потом у нас будет более длительная сессия вопросов-ответов Собственно, погнали Итак, как я уже сказал Натали это бот, который ассистирует на курсах по искусственному интеллекту Сейчас она еще учится у меня философии сознания и машинному обучению Но пока чистый искусственный интеллект Итак, прямо вот перед накануне этого мероприятия я поговорил с ней На самом деле здесь должна была быть другая переписка наша Я сказал ей, Натали, завтра ты будешь знаменитой Она мне ответила, жду не дождусь Ну или что-то такого Собственно, в чем смысл этого бота? Когда я обучаю студентов той или иной теме в рамках курса по искусственному интеллекту Они смотрят видео, читают дополнительные материалы, выполняют тесты, какие-то задачи решают И у них часто возникают вопросы И поскольку лекции не изменяются Вот прошел студент, какие-то вопросы появились у него Я не могу сделать так, чтобы следующий студент уже читал лекцию, в которой будет этот вопрос снят В любом случае всегда будут появляться вопросы И на одном и том же тексте у 90% людей, которые этот текст слушают или читают Возникают одни и те же вопросы Ну понятно, да? То есть если у нас не наполнена аудитория, а персонифицированное обучение То есть человек лицом к лицу, ну или в данном случае в чате телеграмма Получает какой-то контент Перерабатывает его, смотрит, читает И потом задает вопросы Эти вопросы в большинстве случаев к одному и тому же контенту будут одни и те же Вот, собственно, она научена на эти вопросы отвечать Она распознает естественный язык То есть вопросы могут быть сформулированы в совершенно произвольной форме И отвечает на них заготовленными фразами Собственно, здесь пример того, как вот этот типовой вопрос Когда я рассказываю про многоагентные системы Я привожу различные алгоритмы роевого интеллекта И одним из алгоритмов является алгоритм кукушек Казалось бы, кукушки не роевые птицы А алгоритм кукушек относится к роевым алгоритмам То есть тут такая несоответствие между технической наукой, искусственный интеллект И зоологии, то, что мы знаем из зоологии про кукушек Вот, собственно, она объясняет, почему алгоритм кукушек относится к числу роевых алгоритмов Давайте кратко Значит, чат-бот Некоторые технические параметры Ну, возраст Возраст этого чат-бота уже год и три месяца То есть год и три месяца назад я запустил вот этот свой курс по искусственному интеллекту Соответственно, сразу начал обучать чат-бота Ассистировать мне Собственно, за этот год с небольшим В ее базе знаний появилось примерно 2000 правил То есть на различные ситуации, которые возникают в процессе обучения Было создано в процессе функционирования в течение года примерно 2000 правил Там на самом деле пересечения имеются большие И это совершенно не влияет на функциональность Но среди этих 2000 правил примерно половина относится к рассуждениям общего характера Потому что студенты особенно любят не в чате, где я присутствую А лично к ней обратиться и начать там что-то выяснять с ней Не знаю почему То есть я сразу предупреждаю, что это чат-бот, который относится исключительно к обучению на курсе искусственный интеллект Плюс там два новых курса идут Нет, там начинается про тест Тьюринга, про какое-то рассуждение о жизни вообще и так далее Она на все это учится реагировать Сейчас мы увидим почему Дальше, значит, примерно 1000 диалогов уже проведено То есть примерно 1000 студентов Ну там не только студентов Если кто-то из вас к ней обратится, это тоже будет диалог, на котором она научится чему-то новому То есть ваши фразы, которые вы введете, попадут в ее, в размеченные тексты И собственно самое интересное, вот эту метрику я люблю говорить Что люди друг с другом столько не общаются То есть у меня был какой-то студент, который целенаправленно долбил ее вопросами 104 реплики было сказано этим студентам И она 104 раза ответила Это на текущий момент это максимум Для меня это что-то невообразимое То есть я повторюсь, люди друг с другом так не общаются Ну и собственно, как происходит Как происходит ее обучение Ежедневно я получаю логи тех диалогов, которые с ней происходят И быстро размечаю данные, там я или мой ассистент, который сидит на бэкс сцене, что называется То есть новые, все фразы, которые вы говорите, вы напишете Попадут в этот процесс, ежедневная разметка данных И каждой фразе будет сопоставлено одно из двух тысяч правил Либо создано новое, если ни одно из этих двух тысяч правил не подходит к этой входной фразе Давайте я сейчас дорасскажу, а вы потом зададите вопрос Ну да, это не так долго на самом деле Вот, и еженедельно я провожу перетренировку на всей базе знаний Сейчас мы увидим архитектуру Вы поймете, что значит перетренировка То есть вот огромное количество реплик появилось размеченных Нужно перетренировать боты, потому что иногда она переобучается Соответственно, еще пара метрик уже таких организационных Телешкола, это курсы непосредственно в Телеграме То есть это что-то типа МОК Но не на каком-то веб-сайте, где можно зарегистрироваться, смотреть А просто вот в Телеграме, ничего никуда не надо ходить Загружает, весь контент отдается в Телеграме Соответственно, тут вот немножко некорректно написано Не три курса, у меня уже семь курсов и готовится восьмой И самое интересное На пике у меня было сто студентов одновременно Сто студентов учились на одном курсе примерно И у меня занимала обработка всех их замечаний два часа в день То есть когда сто учил Сейчас у меня там учатся 10-15 Я вообще на них внимания не обращаю Вот она все Все снимает с меня То есть интеллектуальный агент фактически предназначен Для снятия рутинных задач с преподавателя И тем самым он обеспечивает персонифицированный подход Почему? Потому что для каждого студента организуется отдельный чат У нас нет массового класса, где сидят там 20 человек И все пишут в этот чат свои вопросы Уже никто не помнит, кто о чем говорил Кто что спрашивал И чат превращается в такой флудильню Соответственно, нет Это отдельный чат для каждого студента У преподавателя отдельный подход к каждому студенту Преподаватель в этом чате видит, что студент спрашивает Какой у него прогресс и так далее Соответственно, на типовые и иногда даже нетиповые вопросы Помогает отвечать Натали Собственно, почему так? Интерфейсы взаимодействия с компьютерными системами Они эволюционируют И вот сегодня мы находимся на третьем этапе Третье поколение интерфейсов у нас Сегодня все больше и больше устройств будут иметь разговорный интерфейс Диалоговый интерфейс с людьми Собственно, нам нужно изучать вот эту дисциплину в рамках искусственного интеллекта Как организовывать взаимодействие с людьми Между людьми и устройствами техническими На естественном языке Ну, банальный пример Это те самые умные колонки Но скоро мы к пылесосу, который стоит в углу Будем говорить там Как у меня вот есть робот-пылесос Младший ребенок его назвал Румба Ну, потому что он Румба Румба и робот Почему-то вот Румба и все Он ему говорит Румба, включайся и пылесось Сейчас он на него не реагирует И ему приходится подходить и нажимать кнопку Но в скором времени На вот эту фразу этот пылесос будет реагировать Должен будет реагировать Мы входим в эру разговорных интерфейсов То есть мы сейчас находимся вот здесь И постепенно переходим Ну, до нейроинтерфейсов когда не дойдем Когда мы силой мысли будем управлять всем вокруг себя Реальностью Но пока мы на паровозе едем сюда Собственно, всех тех, кто занимается искусственным интеллектом Я призываю очень внимательно смотреть именно в эту область Для чего нужен интеллектуальный агент-преподаватель? Ну и, как я сказал, разговорный интерфейс То есть человек не напрягается изучением различных команд Или элементов графического интерфейса и так далее Просто использует естественный язык Более того, Натали, если не в Телеграме, а вывести ее на веб-сайт Она может воспринимать голосовой вот То есть в микрофон человек говорит, она воспринимает Ну, там перевод в текст, естественно, и она воспринимает текст Неограниченное число одновременных пользователей Соответственно, как я сказал, на пике было 100 пользователей Попробуйте провести семинар у 100 человек в аудитории Вы поймете, что это невозможно А тут 2 часа в день у меня уходило на это И я был абсолютно свободен Ну и, соответственно, для человека, который учится Это возможность использования любого мессенджера, который поддерживает чат-боты Постоянное обучение как человека, так и чат-бота в процессе общения Ну и, собственно, у нас есть возможность использовать адаптивный подход к каждому студенту Что это значит? Если, ну вот, Натали пока не такая Там адаптивности не очень много Я сейчас дальше расскажу Но поскольку мы видим траекторию каждого студента в процессе обучения Мы знаем, куда надавить побольше Где ослабить, какие задачи ему дать порешать Какую тему дать побольше порешать и так далее То есть адаптивное обучение, оно позволяет очень тщательно отслеживать то, как человек учится, где он находится и что ему нужно Собственно, использование интеллектуальных агентов, по моему мнению, как раз приведет нас к появлению таких адаптивных образовательных систем Я в конце расскажу конкретный пример, который у нас был с такими агентами Ну а сейчас дальше Итак, это образовательный процесс, это схема образовательного процесса Значит, как устроен этот процесс у меня в школе Сначала происходит инициирование самого курса Что это значит? Я запускаю чат и ввожу туда нескольких чат-ботов Один чат-бот ежедневно отгружает контент Допустим, в 8 часов утра приходит контент Ежедневно, кроме воскресенья И потом Натали или я рассказывает про то, как происходит весь цикл обучения Соответственно, потом этот цикл обучения происходит И потом делается завершение курса Когда студент прослушал уже все лекции, просмотрел весь контент И ему говорится что-то типа Спасибо вам большое, заполните выходную анкету Если вам нужен сертификат, скажите И так далее Самое интересное это цикл обучения Так, ну, соответственно, про это я уже рассказал Инициирование Давайте более подробно так Значит, при инициировании При инициировании происходит представление студенту-преподавателя Чат-ботов, которые с ним занимаются Происходит описание курса, логистика курса То есть сколько лекций, сколько надо сдать тестов Какой балл получить и так далее И рассказывается, как задавать вопросы То есть Натали пишет, что задавайте вопросы прямо здесь На естественном языке, на любую тему Если я там тему не пойму, я вас верну в русло разговора И завершение курса Это, как я сказал, подведение итогов Выдача оценки Какая-то статистика, если студенту интересно И дополнительные материалы Напутствие, просьба заполнить выходную анкету Итак, цикл Образовательный цикл заключается в периодической отправке материалов курса Как я сказал, это ежедневно отгружается контент Прямо в чат Видео, лекция, дополнительные материалы, ссылки и так далее Студент сдает и получает оценку теста И он может задавать вопросы Потом ему, если необходимо, прогресс и статистика выдается Когда студент задает свой вопрос Мы можем получить 4 класса ситуаций Соответственно, первый класс это когда Студент вообще пишет что-то невразумительное Невопрос или нечто бесполезное Какой-то случайный набор символов Такое бывает Или мы Студент задает отвлеченный вопрос на произвольную тему Не относящуюся к курсу И два других класса вопросов Они более узкие, более друг к другу похожи То есть первые два класса Они совершенно к курсу не относятся Сейчас я расскажу, как это делается Как они обрабатываются А эти вопросы Они похожи То есть они по курсу Если третий класс это вопрос по теме курса На который интеллектуальный агент знает ответ И тогда он этот ответ выдает непосредственно в чат И вопрос по теме курса, на который интеллектуальный агент не знает ответа И тогда происходит вот что Значит, вот диаграмма процесса Когда у нас смысл не распознан Или отвлеченная тема Если смысл не распознан Чат-бот, интеллектуальный агент Просто завершает процесс Он ничего не отвечает даже То есть на билиберду мы не отвечаем Поскольку это связано с тем, что иногда чат-бот сидит в групповых чатах Вот у меня в Ранхиксе был групповой чат Там было 25 студентов И они флудили в чат Там сидел агент И он распознавал только то, что относилось к курсу Соответственно, отвечал не на флуд А на то, что относилось к курсу Это сделано специально, чтобы участвовать в групповых чатах Когда у нас индивидуальный чат И студент что-то пишет И агент ему не отвечает Он, студент иногда спрашивает Почему ты молчишь? Она говорит, когда мне нечего ответить, я молчу Если у нас некая отвлеченная тема Например, студенты любят спрашивать Ну там, тестировать Попытаться тестировать тест тьюринга Проводить Спрашивать про погоду Спрашивать, где ты живешь И так далее Там, пришли свою фотографию Вот здесь происходит либо Как нечто Типа отшучивания И возврат к теме курса Давайте поговорим про искусственный интеллект Либо там, если запрашивают фотографию Она говорит, вот тебе, пожалуйста, моя фотография Если он спросит, а еще одну Она скажет, а у меня только одна Ну, в общем, можете попробовать Если у нас тема курса Как я сказал, прям сразу непосредственно происходит ответ на этот вопрос Если у нас вопрос по теме курса И у интеллектуального агента нет ответа Но фактически здесь как распознавание этого класса происходит Вот здесь вот Если есть некие ключевые слова Которые относятся к искусственному интеллекту Искусственный интеллект, машина обучения, нейронная сеть Мультиагентная система, экспертная система Что угодно Это попадает сразу сюда Фактически большинство фраз Которые, где смысл не распознан Попадает сюда И тогда преподаватель в отдельном чате Отвечает на этот вопрос Потом он попадает интеллектуальному агенту Этот интеллектуальный агент записывает этот ответ В свою базу знаний Выдает ответ студенту И в следующий раз, когда другой студент Или этот же студент Задаст вопрос, похожий по смыслу Ну, с тем же смыслом, но с другой формулировкой Ответ будет уже Соответственно, до конца недели будет один ответ Как я сказал, каждую неделю происходит перетренировка До конца недели будет вот этот ответ Который ввел преподаватель в отдельном чате Когда произойдет перетренировка Произойдет генерация нескольких шаблонных ответов То есть у интеллектуального агента Есть возможность отвечать не одной шаблонной фразе А там десятки, сотни разных фраз для разнообразия Студентов это увлекают, они там просят Одно и то же говорят, видят, что отвечают по-разному И это может продолжаться много времени Собственно, структура интеллектуального агента Это интерфейс пользователя То есть чат, в котором пользователь общается с ним Интерфейс инженера по знанию То есть это То есть это вот тот чат, индивидуальный преподаватель Куда агент присылает вопрос, который он не распознал И преподаватель, отвечая на него, помогает интеллектуальному агенту обучаться И соответственно Четыре модуля для того, чтобы все это делать Модуль распознавания смысла основан на использовании нейронных сетей Модуль распознавания эмоциональной нагрузки Это другая нейросеть Которая пытается определить, с какой же эмоцией студент пишет тот или иной текст Соответственно, результаты вот этого попадают в модуль генерации ответа В зависимости еще от эмоциональной нагрузки выбирается тот или иной ответ Модуль обучения работает с интерфейсом инженера по знаниям То есть, когда АИПЗ написал свой ответ, модуль обучения записал его в базу знаний Потом происходит, когда перетренировка, происходит там генерация шаблонов База знаний представляет из себя Что представляет из себя база знаний? Набор правил Правило представляет собой следующую структуру Фактически это IF, THEN То есть, если у нас что-то, входная фраза принадлежит какому-то классу Нейросеть определяет класс входной фразы То вот эти наборы правил IF, THEN уже используются тогда, когда нейросеть отработала и выдала класс фразы И вот этот класс выбирает правила То в консеквенте правила, то есть в посылке THEN У нас происходит выбор одного из многочисленных шаблонов Там до сотни шаблонов может быть ответа Вот, соответственно, нейросеть может распознать во входной фразе Различные сущности, типа название городов, местоположений, время, числа разные Там пришли мне материалы по пятому уроку Вот слово пятый будет распознано как пять А урок будет распознано как сущность урок И в правиле, которое записано в базе знаний, которое отгружает урок по такому-то номеру При помощи цифры пять будет отгружен именно тот урок, который нужен Ну и, собственно, моя печаль, которая пока не реализована Вот контекст, я бы должен был его курсивом определить Контекст это та память чат-бота, которая относится к конкретному студенту То есть интеллектуальному агенту легко запомнить Кажется, что легко запомнить Кто такой студент, как его зовут, какой у него пол, сколько ему лет и так далее Все это ввести непосредственно в своей памяти Но, к сожалению, пока у меня это не реализовано И контекста у Натали нету То есть тут вот это следующий мой шаг, который будет Так, для чего это вообще нужно? Я общался с многими студентами, которые проходили этот курс И определилось, что многие студенты любят общаться с ботом То есть есть исследования психологические, что чем больше бот похож на человека, тем он страшнее Чем больше робот похож на человека, тем он страшнее Натали отвечает очень по-человечески Но она не страшная Почему-то студенты с ней очень любят общаться Как я сказал, 104 фразы это пока рекорд С ней постоянно общаются И что самое интересное, с каждым коммуникативным актом С каждым диалогом, который она провела, она становится умнее Ну это понятно из-за процедуры перетренировки Но, собственно, вот эта вот кривая обучения Сейчас она находится где-то вот здесь Тут цифры не важно, что значит То есть вот мы провели тысячу диалогов Допустим, это здесь По моим оценкам, она находится где-то здесь Естественно, верхний потолок есть Невозможно обучить узкого чат-бота Который предназначен для конкретной задачи всему Ну и, собственно, для чего это нужно? Интеллектуальные агенты облегчают труд преподавателя Несомненно Облегчают общение преподавателя со студентом И повышают вовлеченность студентов И сами по себе они постоянно обучаются Вот забавный пример, который я приведу Я вам обещал Мы провели конкурс среди детей В школе для детей с особенностями развития И они делали чат-ботов Они делали чат-ботов в помощь своим учителям Один там по математике, по географии был чат-бот По культурологии Ну где-то порядка 8, по-моему, 8 или 7 человек у нас участвовал в этом конкурсе И сделали вот этих 8 чат-ботов или 7 Которые помогали учителям Они, конечно, не такие развитые, как Натали Потому что ею я занимаюсь каждый день Они сделали, как смогли Ребята научились этой технологии То есть вот я целенаправленно научил там 10 человек Из которых 7 или 8 сделали чат-ботов Делать вот таких вот интеллектуальных агентов И один из них вышел на московский конкурс проектов школьников И победил в нем Вот это для меня очень волнительно и впечатлительно Собственно, здесь моя визитка Ну, если кому цифровые технологии в новинку Могут подойти, я бумажную дам Все, вопросы? Ваши вопросы? Что-что? А вот как он внутри устроен? Как вот это внутреннее, а там только слоев там? А вот первый, два и один Так, 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 по одному Давайте Сколько слоев? Значит, как он внутри устроен? Меня, организаторы этого мероприятия Очень просили рассказать, как он внутри устроен Я не расскажу, потому что это мое ноу-хау Из-за которого я получаю деньги И кормлю своих ребят в агентстве искусственного интеллекта Вот, я могу сказать общеуровнево Значит, там несколько нейросетей Ну, я сказал уже, там несколько нейросетей Они написаны на TensorFlow И слоев там немного Они позволяют там Я сам уже сам не знаю, сколько там слоев Потому что у меня есть ребята, которые этим занимаются И достаточное количество слоев для того, чтобы входную фразу разделять Как-то классифицировать И выбирать из базы знаний вот этот вот интент, который Правило, который генерирует ответ Соответственно, фактически этот интеллектуальный агент основан на гибридном подходе к искусственному интеллекту Это будет второй мой доклад про гибридный подход Я надеюсь, он будет Он такой более обширный, более абстрактный Но он более интересен с точки зрения Что такое искусственный интеллект И зачем он нам нужен Здесь я вам рассказал про очень такую конкретную область применения Итак, значит Несколько нейросетей База знаний Машина вывода Все Да Я не могу сказать, что там конкретно используется Возможно, они сами Они именно эти автокодировщики используются Потому что фраза не просто относится к какому-то классу Из нее выделяются еще разные сущности Вот Это не ворд ту век Это я точно скажу Это на Тензорфлоу ребята написали что-то свое То есть Я не писал код Вот, чтобы вы понимали То есть я осмыслил Сделал концепцию И занимаюсь таким высокоуровневым обучением Как персонала, так и своих Своих искусственных детей, если можно так сказать Так, кто следующий? Кто загружает базу данных? Кто загружает базу данных? Я Инженер познания У меня есть уже ассистент, которого я научил Он тоже этим делает Да, вы Я могу один и тот же ответ получить на вопрос задать Тысячами способами Один и тот же Так А как она классифицирует ответ? Ну, например, вот вопрос и ответ И этот вопрос я могу задать, чтобы получить ответ Тысячами способами Тысячами способов вы не зададите А, ну, десяткам зададите Например, как тебя зовут? Как вас зовут? Какое у тебя имя? И так далее А вот, например, вот что вы у нее можете спросить Вот, например, что такое сверточная сеть? Да Спросите Что такое сверточная сеть? Она ответит Она может дать ссылку на Википедию Она может ответить своими словами Как у нее там рэндом сложится? На инкоперах она работает? Я не знаю Я не скажу То есть я знаю, что это не TensorFlow А что там ребята реализовали На самом деле я не скажу А вот сущность вопроса Это получается каждый класс Это свой, так скажем, отдельный вопрос То есть много-много вопросов И, ну, вот Когда она классифицирует Она, чтобы дать ответ Должна классифицировать же Именно вот как сущность То есть один класс, одна сущность Я правильно понимаю? Нет Ну, что такое сущность в вашем вопросе? Ну, сущность это вот Суть вопроса Суть вопроса Если так, то да То есть Фактически выделено 2000 классов Сути вопросов Вот Из которых несколько классов Очень общие То есть Это те классы, куда не попадает Когда мы не выбираем какой-то узкий класс Например, мы спрашиваем про рационального агента Это конкретно очень узкий класс А когда мы спрашиваем что-то абстрактное И этого нет Для этого нет узкого класса Оно попадает в какой-то вот самый широкий класс Ну, у него получается в узком горлышке Там какое-то реакторное представление И на это все накручивается с одной стороны Вопрос Как бы разматывается Именно вот в это реакторное представление Чтобы классифицировать сам вопрос С другой стороны Накручивается На основании там эмоциональной нагрузки Сформулировка ответа Я не скажу про векторное представление Как я сказал Word2Vec там не используется В реализации Или если вы имеете в виду Что векторное представление Это в принципе Мы берем Естественно языковой текст И переводим его в вектор Ну, естественно это так Потому что на входе у нас нейрос... Вернее, входным фильтром В интеллектуальном агенте является нейросеть Нейросеть потребляет вектора В этом смысле да Я ответил на вопрос? Или что-то... Да, да, вы ответили на вопрос, спасибо Кто еще? Да Сейчас Наталья призналась, что она Джейм Могли бы рассказать, что такое Джейм И почему умер за ней в частности? Я думаю, вы неправильно прочитали ее ответ Нет, нет, она дала вход на Джейм И вот что это система поддержки медицинских Да, у меня один... Нет, она не могла признаться, что это она Она могла сказать, что у нее есть сестра Которую зовут Джейм И она занимается медицинскими исследованиями У меня есть одна разработка Это медицинская система поддержки принятия решений И, собственно, на одной из лекций Которые я делаю в рамках курса по искусственному интеллекту Я рассказываю про Джейм Как она устроена внутри Как СППР устроена внутри Как медицинские решения, в принципе, принимаются Поэтому у нее есть такой... Для этой лекции есть такие знания, да Вы сказали, что после обработки Такого-то вопроса, который она не знает Ответа инженерам по знаниям Через некоторое время происходит заново обучение сети И она уже может выдавать ответ Который поступил в ее базу зданий Может выдавать ответ разными способами То есть, получается, она сама генерирует текст? Нет, там есть метаправила генерации шаблонов То есть, ну как Как можно заставить искусственно-интеллектуального агента Не обладающего общими знаниями о языке Генерировать текст? Нет, конечно Да Ученые вы позиционируете себя как безопасный город Где? Ну вот у вас есть В аннотации В аннотации Это мой следующий доклад будет про безопасный город Агентство искусственного интеллекта Директор по науке и технологиям Так, второй слайд кто-то хотел, да? Идентификатор чат-бот Так, еще вопрос Если вопросов нет, мы можем перейти к... Да А у вас не было общения с реальными школами? Ну связь, вот, ядрить, нечто подобное Да, да, мы делали Мы как раз агентство мое занимается вот этим процессом в настоящее время То есть, мы на уровне Минпросвета Сейчас занимаемся подготовкой Проекта, проекта, не проекта Ну короче, мы очень плотно этим занимаемся А этим занимаемся только вы, у вас есть еще какие-то конкуренты? Ну, про конкурентов не знаем В Минпросвет кроме нас никто не ходит На эту тему Не скажу, индивидуально обращайтесь, посчитаем Значит, смотрите, еще где можно очень легко применять вот эти штуки Значит, сейчас все больше и больше ко мне обращаются организаторы мероприятий Вот где Дмитрий? Дмитрий, для вас Соответственно, организаторы мероприятий Для них я пишу вот таких чат-ботов, которые обслуживают конкретное мероприятие или набор мероприятий Кому это интересно, значит То же самое То есть, любая презентация, которая здесь есть Любой материал, программа мероприятия Информация о спикерах Видео потом может бот отгружать То есть, когда мы приходим на мероприятие На входе, на ресепшене или стоит табличка или еще что-то с идентификатором бота Который отгружает весь контент мероприятия Все материалы, программа, когда кофе-брейк, когда то, когда все На естественном языке можно знать, когда у нас перерыв Чат-бот будет отвечать Пришли мне презентацию, там Душкина присылает А кто делал презентацию с таким-то названием Присылает фамилию, имя, отчество спикера Пришли мне дополнительные материалы по такой-то презентации Вот это вот делается Ну, не скажу, что достаточно легко Но на мероприятиях это выглядит очень круто Мы сейчас делаем такую для питерского экономического форума Который будет через месяц Я думаю, ну, политика вмешивается в это Потому что Telegram это базовая платформа для таких ботов Потому что других платформ для этого нету А Telegram у нас вот в таком состоянии И, собственно, ну посмотрим, что будет Пользоваться Telegram не запрещено То есть по закону он заблокирован Но это проблема абсосов и провайдеров связи Да, но гражданам можно им пользоваться сколько угодно Да Давайте, сейчас я к вам зайду Еще раз Ну, это решенная задача sentiment analysis Из входной фразы Какие фичи использовала сеть для того, чтобы понять, что там Ну, смайлики Скорее всего, смайлики Я предполагаю Ну, пользователи пишут смайлы Улыбки там или еще какие-то Скорее всего, это берется Но какие фичи взяла сеть для того, чтобы реализовывать там Классификацию в классах Ну, в общем смысле задача не решена То есть для узких классов сетей она можно интерпретировать Да, вы Только тексты вообще не имеют речевое? Речевое воспринимает, если сделать В Telegram нет функции речевого ввода Вот Если вывести ее в виде виджета на веб-сайт Она сможет воспринимать речь То есть чат-боты в виде виджетов на веб-сайте Например, вот если, как я говорил, конференция какая-то У нее есть веб-сайт И там можно сделать виджет чат-бота Там можно сделать голосовой ввод Вот, либо Google Google У Google есть помощник Google Ассистент, да Вот там есть голосовой ввод, он тоже может Да, вы Сейчас Какие подходы к безопасности в этих системах, в этих интерфейсах? Потому что мы через речевой интерфейс получаем доступ к компьютерной системе То есть есть какое-то ограничение уровня информации, да Может быть ей можно скормить кусок входа в Телеграме И тогда она что-то выдаст Что-то про этот повод, можете сказать? Хороший вопрос Мне очень нравится пример Когда какой-то художник итальянский Обучил то ли Siri, то ли Google Ассистента Стрелять из пистолета Помните такое было в новостях? Значит, художник спаял там Из проволочек и скрепок Некое исполнительное устройство, которое подключил к смартфону своему Это исполнительное устройство подключил к пистолету натуральному Так, чтобы при его активации спускался курок И, соответственно, после этого он обучил ассистента На ключевую фразу Да, это был Google Ассистент Он обучил Google Ассистента на ключевую фразу Пускать ток на это исполнительное устройство И, соответственно, исполнительное устройство нажимало на курок И производился выстрел Да, и вот примерно вопрос из этой же серии Я сейчас объясню, почему И потом в интернете был Там я плач Ярославный Я по-другому назвать не могу На тему того, что Вот мы доверяем искусственным интеллектуальным системам Принимать решение, стрелять или не стрелять Боже мой Что? Ну вы сейчас, как бы обучившись на курсе На курсах, вы должны понимать Всю абсурдность этой ситуации, да? То есть человек обучил Систему Просто реагировать на какую-то ключевую фразу Пусть она будет Стреляй Да? Этот человек понимает, что значит стреляй Откуда она знает, что такое стреляй? Вот, то же самое здесь Значит, смотрите Безопасность У нее есть 2000 классов реагирования Там нету классов Залезть в чужую базу данных И при помощи вот этого кода Сделай SQL-инжекцию Инжекцию Такого там нет Но это доверие мне, как разработчику Все зависит от того, на доверие Инженеру познания Да, да Что если кусок кода засунуть Именно в Телеграм В ответ Что как бы он Нашу систему не поломал Нет В Телеграме нет такого То есть там все Забэкслэшно Когда Натали доходит Это все дело И она Как текст Как текст Как набор символов Как чар звездочка Как стринг Я не знаю Как это Как стринг Да, она Ну стринг Ну в стринге делают инжекшены Текст должен быть Перепетирован То есть когда Когда там какое-то обращение К базе данных Делаешь Ну программно То есть специальные Я понимаю Глеб Я понимаю, о чем вы говорите Но Как бы Я осмыслю этот вопрос Я не готов сейчас на него дать Прям полноценный ответ Но вот В архитектуре Натали Такого С первого взгляда Такого нету Там Ну нет таких функций просто Там инжектить некуда Вот Кто-то сзади еще хотел Да, вы Вы не планируете Подключить Натали К другим мессенджерам С открытой ноги Там коллега называла Слаг Есть еще Дискорд И вайбер И еще несколько Ну Вайбер По-моему Просит 2000 евро За подключение Бота Вот А остальные Они не так Распространены В России Чтобы У меня есть Аналитический обзор О распространенности Мессенджеров Кстати У нее Можно тоже Спросить По-моему Она его отгружает Слаг Дискорд И так далее Они У них настолько Узкая ниша Что До телеграмма Им еще ползти И ползти Даже блокировка Телеграмма Не позволяет Тому же Дискорду Который является Вторым По Ну Я не могу сказать Точной цифры Но По-моему Аудитория телеграмма В 100 раз больше Чем аудитория Дискорда По-моему Мне так кажется И Да У дискорда Такая же Мощная АП Для производства Ботов Как у телеграмма Там никакие Другие мессенджеры Ну Телеграмм Дискорд Слаг Никакие другие Мессенджеры Рядом не стояли Там Фейсбук Чтобы сделать Бот Надо столько Приседаний Перед Людьми Которые сидят В фейсбуке Сделать в первую очередь То есть В телеграмме Как делается Бот Мы заходим В бот Фазер Запускаем Несколько команд И вот он Бот готов А в телеграмме В фейсбуке Чтобы сделать бот Мне нужно написать Службу технической поддержки До 7 дней Они рассматривают Мою заявку Потом Присылают дополнительные вопросы Если есть вопросы Либо Отказ Неаргументированный Они не пишут Почему мне Отказ Вам бот не нужен В телеграмме У меня там Десятки ботов На любой мой Технологический процесс Который у меня Присутствует В моей деятельности У меня есть бот Сделанный на той Или иной технологии Так коллеги Если вопросов нет У нас Кофе брейк Дмитрий Кофе брейк Да Кофе брейк Объявляю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!